Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы будем обсуждать такую срочную важную тему. Это наряды на Бали Института Костюма Мэтт Галла 2018 года, который произошел буквально несколько дней назад. К сожалению, не успела выпустить это видео четко на следующий день после, естественно, самого мероприятия, потому что по нашему времени мероприятие происходило ночью. Но очень многие предложили мне писать, чтобы я все-таки сделала максимально такой полный обзор на одежду приглашенных знаменитостей, которые одевались в тени Мэтт Галла, поэтому я решила сегодня сделать такое полноценное видео, потому что в сторисе я сделала просто несколько образов, которые мне понравились, и многие просили сделать это максимально расширенно, и я решила, естественно, послушать вас. Поэтому, если вам интересен обзор костюмов приглашенных звезд на мероприятие Мэтт Галла 2018, то продолжайте смотреть это видео. И перед стартом видео я хотела бы напомнить о том, что у нас еще продолжается, но уже заканчивается, у нас осталось буквально 11 или 9 мест, я точно не помню, нужно посмотреть, кстати. На мастер-класс мой, который произойдет 2 июня этого года в Киеве, 12.00, в пространстве Creative Quotter, все детали будут здесь или здесь на афише, и более того, все детали максимальные будут по ссылке ниже под этим видео. Это будет мастер-класс под названием «Лето стиль», посвященный в первую очередь летнему базовому и классному такому трендовому гардеробу. Мы говорим о том, как создать свой уникальный базовый летний гардероб, как туда добавлять свои тренды, как свои тренды вообще узнать, и какие в общем тренды есть этим летом, как их находить в реальных вещах, и все это будет на реальных примерах. У нас будет мейк-абстанция, причем даже несколько, от бренда Givenchy. У нас будет абсолютно сумасшедшее вкусное угощение от Крафт Киев. У нас будут подарки и розыгрыши от бренда MASH с Android, в том числе Givenchy и Zodig Voltaire. У нас будет DJ Dima Deer, фотограф Рома, у нас будет видеограф. У нас будет абсолютно сумасшедшее крутое мероприятие. И, естественно, в нем, в общем и целом, будет там мой мастер-класс. И само мероприятие будет длиться около 4 часов, если не больше. И на это мероприятие, естественно, кроме моего мастер-класса, связано с летним гардеробом, будет еще сессия вопрос-ответ, будут фотографии, видео и все, что, собственно, все, о чем можно мечтать на второй день лета. Поэтому, если у вас просто вот было такое желание, кроме всего остального, куда-то еще и надеть свой классный, крутой, но не выгуленный, знаете, как в... что-то в простоквашино, да, там, что у нее не выгуленные были наряды на отдых, вот, пожалуйста, это тот случай. Наряжайтесь как хотите, я буду безумно рада видеть вас с наряженными, ненаряженными, красивыми, усложенными волосами, с расхрыстанными волосами, как вам нравится. И буду вас ждать на мастер-классе 2 июня 12.00. Регистрация по ссылке под этим видео. И количество мест не просто ограничено, их осталось реально 9 или 11, вот я точно не помню, поэтому, собственно, я думаю, что к концу выхода этого видео, в тот момент, когда оно выходит, быть может, мест уже нет. Следите за апдейтом у меня в инстаграме. Ну, давайте с вами будем стартовать. Значит, поговорим, дайте для начала поговорим о том, что такое вообще Мэтт Галла и Мэтт. Институт костюма. И я думаю, что многие из вас знают, в принципе, МОМУ, как один из известных достаточно музеев в Америке. Есть еще и Мэтт. Что такое Мэтт? Давайте по расшифровке. Это Костюм Институт Галла. И так же еще называется Мэтт Балл. В, собственно, почему Мэтт? Откуда берется вот эта часть М и Т? Это Metropolitan Museum of Arts Costume. Соответственно, это по факту музей костюма. А Балл или Галла музей костюма, это мероприятие ежегодное, посвященное новой тематической выставке в этом институте костюма. И в этом году выставка посвящена религиозной тематике и вдохновению религиозной тематики в моде. И очень многие есть экспонаты, которые представлены, которые связаны, вот где-то находятся на стыке моды и религии. И как одна другую вдохновляет. Точнее, скорее, как религия вдохновляет модные тематики. И поэтому ежегодно, когда тебя потенциально, да, или любого гостя, чаще всего это известные личности, это какие-то актеры, модели, вот это режиссеры, их приглашают на этот галла, у них есть определенная тематика в формате, которой они должны одеться, это как бы правило. То есть, безусловно, тебя, если тебя пригласили, то тебя уже не выгонят, если ты не соблюдаешь дресс-код. Но это позитивное и условное правило все-таки соблюдать дресс-код и одеваться внутри тематики. И одна из тех, которая постоянно с этим экспериментирует, является Сара Джессика Паркер. Она очень любит говорить вам, что она каждый год соблюдает тематику. Иногда она, конечно, может перегибать палку в плане антуража, которым она снабжает свой наряд, но тем не менее она всегда соблюдает тематику и где-то вот в этой тематике одевается. И в этом году тема самого гала, то есть самого мероприятия, была Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination, что в переводе означает райские или божественные тела, мода и католическое воображение. Вот все, что вы можете себе представить, в целую тематику вписывается. Естественно, основной, как бы такой, движущий элемент этой религии, все, что с ней связано, и католицизм в том числе. И поэтому, естественно, когда ты одеваешься на это мероприятие, чаще всего звезды одеваются не сами, их одевают стилисты, они часто еще сотрудничают с несколькими модными домами, некий ювелирный модный дом, ювелирный дом и дальше модный дом в плане дизайнерский, они вот одеваются на это мероприятие в тематике. Поэтому давайте будем говорить не только о том, насколько уместен ряд, насколько он красиво смотрится, а еще и о том, насколько он вписывается в заданную тему. Давайте так, религия, католицизм, божественные тела и все, что с этим связано. Итак, просто буду смотреть, я вам отдельно скажу о своих фаворитах, и просто будем просматривать то, что, например, тот же издание L.com, точнее онлайн его версия, показало как наилучшие одетых личности. И они просто, в принципе, такой список. Составили первая из них, это девушка на модели актрисы Лили Элдридж, в желтом наряде с длинным, достаточно массивным подолом, подпоясанным, с большим количеством украшений в католической тематике. Это наряд от Райль Флорен, обувь Джимми Чу, и Булгарии это украшение. Что я должен сказать по поводу этого наряда? Естественно, если мы говорим про какую-то рясу священника, если мы говорим про вот такое множество, изобилие украшений, которые достаточно часто, такие массивные подвески с крестами, которые присутствуют в наряде священника, в католицизме, я вижу строку вдохновения, но в общем и целом такой желтый никаким образом не намекает, и обувь в том числе. Вот если бы не было вот этих подвесок, представьте себе наряд без вот этих подвесок, совершенно никакого референса к католицизму, к религии я не вижу. Поэтому в общем и целом я не считаю этот наряд уместным в формате тематики. Это, знаете, такое ощущение, что девушка, вот, точнее, не сама Лилия, естественно, ее стилисты хотели сделать какой-то классный стильный наряд, а потом решили просто добавить какой-то один аксессуар, который намекает на религию. Это неплохо, нехорошо, но если мы все же, да, если мы уже наряжаемся, мы должны наряжаться так, чтобы это сразу считывалось, а не чтобы вот этот был какой-то даже недонамек, что ли. Поэтому я не считаю, что этот наряд уместен, хоть на девушках смотрится замечательно, прекрасно, и по фигуре, и в общем и целом, само платье Ральф Лорен хорошо смотрится. Так, дальше у меня есть такие любимчики. Это Фарелл Уильямс и его жена, модель Хелен Лассична, 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 в абсолютно классной комбинации. Вы знаете, когда меня спрашивают, что нужно надеть такого, чтобы смотреться хорошо вместе, я считаю, что нужно, если мы говорим про пару, брать пример как раз Фарелла и его жены, в плане комбинации вещей, в плане стильности общего наряда, оба одеты от бренда Шанель. И при этом абсолютно во многом присутствуют намеки, не только в украшениях. Я должна сказать, что мужчины, в принципе, более скромно, да, и сдержанно оделись, просто потому что, ну, они не могут надеть в большинстве своем платье, которое изначально выражает тематику. Поэтому выбор небольшой, и все-таки Фареллу удалось комбинацией вот этого яркого, белого, насыщенного такого, и черного, и огромным количеством украшений абсолютно по всему наряду, и все-таки длиной самой верхней части жакета, пиджака в его случае, передать вот это католическое настроение, и жена его тоже абсолютно, вот эта накидка, такой удлиненный пальто-кардиган, молочный цвет, все действительно в теме католицизма, причем, что интересно, я считаю, высшим пилотажем одеться в своем стиле, но в заданной теме. То есть не полностью перевоплотиться у какого-то другого человека и при этом сохранить тему. Оставить свой стиль, при этом, чтобы в твоем наряде полностью чувствовалась передная тематика, я согласна, я уверена, что это для меня, по крайней мере, не в то, что уверена, я знаю, что для меня это один из самых удачных примеров нарядов, он достаточно сдержанный, хотя кто-то может сказать, что, например, на красную дорожку это understated немного наряд, то есть не доработали они, потому что все, как бы, казалось бы, такое не вечернее платье. Мне очень нравится такой стиль, мне очень нравится, как они смотрятся вместе, и мне нравится, кстати, комбинация яркости и насыщенности, точнее, в первую очередь, насыщенности волос девушки с нейтральным нарядом. Я считаю, что вместе это прекрасно играет, и тематика, и переклик, то, что перекликает в своих украшения, смотрится волшебно абсолютно. Я хочу напомнить, что это были Шанель, точнее, это бренд Шанель, который на них надет. Следующая девушка у нас Эмилия Кларк. В платье Дочи Габбана и обуви Кристиан Лебутан, в принципе, на самом деле, если вы посмотрите в дальнейшем на всей дорожке, на протяжении всего мероприятия, в большинстве своем дизайнеры были использованы итальянские. Это Versace и Дочи Габбана в большом количестве, в первую очередь, потому что именно они достаточно часто религиозную и католическую тематику используют в своих нарядах, поэтому очень просто было взять одно из платьев бренда или поиграть с платьем бренда в тематике вечера. Но это один из тех примеров, когда все же, несмотря на то, что платье выбрано в тематике, я считаю, что визажист не очень хорошо поработал с макияжем для Эмилии Кларк. Они немного переборщили вот с вот этим трендом дрейпинга, то есть румяна в качестве контуринга, и вышло все слишком активно. Платье сидит неплохо, тиар сидит неплохо, украшение хорошее, но активность румян мне не очень нравится здесь, потому что сама Эмилия очень теряется и выглядит немного вульгарно в таком количестве макияжа, особенно в комплекте с платьем, потому что платье очень само по себе играющее в глаз, то есть оно сразу привлекает к себе внимание, плюс она настолько нежная и веселая, яркая девушка, что такой грубый контраст макияжа, такой темной помады и активного дрейпинга, я не считаю, что ей очень подходит. И более того, еще на фотографии посмотрите более-менее вживую, когда вы посмотрите видео, это не самый удачный ее макияж, так что визажист здесь ее немного подвел, платье неплохое, но и восторга глубокого мне не вызывает, меня скорее чуть-чуть вызывает восторг, когда все вместе смотрится круто, а не когда один из элементов, но это была вот Эмилия Кларк. Дальше у нас есть один из самых в моем понимании, кстати, на самом деле, многие модные, не очень модные критики согласились со мной, когда Селена Гомес появилась в своем наряде, на следующий наряд это у нас коуч, точнее Селена Гомес в платье коуч и украшениях Тиффани. Такое ощущение, что она была на фестивале Куачел, чьей-то невестой, подругой, просто была богемной девушкой на фестивале Куачел, и это наряд в стиле Бохо однозначно, талия в формате ампир, мне не очень нравится, как на ней сидит это платье, оно абсолютно, и совершенно никакого намека не производит для меня в тематике вечера, и мне кажется, что все-таки для нее переборщили с искусственным загаром, смотрится не очень натурально, и в общем целом, даже в видео можно было посмотреть, как не очень удачно подобран искусственный загар и конкретно платье для тематики вечера, поэтому для меня, если мы из десяти будем ставить оценку, то для меня этот наряд, это, ну не знаю, три из десяти, в то время как наряд того же Фарла с женой, их вместе, если их сочетать, это, наверное, ну восемь из десяти, да может быть даже и девять, у меня просто есть там десятка приписана, поэтому я так быстро не раскрываю свои карты, следующий у нас тоже девушка, абсолютно замечательный Блейк Лайвелли, у нее платье Версачи, как я уже говорила, очень много итальянских дизайнеров было использовано в данном мероприятии, и обувь Кристиан Лебутан, но ее не видно в первую очередь, более того, у нее есть украшение на голове, которое очень многие использовали, оно напоминает украшения и такие тиары, короны, которые на иконах изображены достаточно часто у Бога Матери и так далее, и тому подобное, вот эти такие напоминающие слегка лучи, исходящие из головы, полунимб, полуукрашение, платье, вот здесь я считаю, что если ты уже ударяешь по роскоши, да, то оно должно быть полностью все и грамотно смотреться, макияж очень грамотный, контуринг хороший, в общем и целом искусственный загар, который я сделали, сделали классный, украшение безумно красиво сочетается с насыщенностью вот этого вот такого багрового, вишневого, бордо, даже я бы сказала, в наряде, активность и украшение полностью дополняется самим платьем, подол безумно красивый, длинный, и даже помогали ему нестеть, я считаю, что можно было сделать два вида наряда в религиозной тематике, вот такую роскошную, очень католическую тематику, и сдержанную такую, а-ля наряду монаха или монахини, так вот, она взяла роскошную и сделала ее, я считаю, на 10 из 10, по тому, насколько можно было раскрыть тему и при этом остаться в своем стиле, я считаю, что Блейк Лайвелли, уж, кстати, не первый год, делает, точнее, ее стилисты, справляются с задачей на все 100%, поэтому Блейк Лайвелли одна из моих фаворитов, хоть я все же люблю более андерстейта, то есть, в сторону монахи, что-то не такое яркое и сумасшедшее, так, дальше идем, и у нас была еще одна абсолютно волшебная девушка и еще раз Версачи, Версачи в этом году, как в принципе, последние полтора года Версачи активно вернулись на модную сцену, благодаря тому же показу в стиле 90-х, Донателлы, используя принты, созданные ее же братом, Джанни Версачи, так вот, возвращаясь к тематике вечера, что можно было сделать с такой андерстейт, что смотрится и круто, и одновременно с этим в тематике, и одновременно с этим и не наряд священника, и не наряд монахини, это наряд Жанны Дарк или еще что-то, напоминающее крестовые походы, в данном случае Зендая, как никто справилась с темой, наряд безумно уточенный, очень красиво на ней смотрится, посажен прекрасно, элементы вот этого вот защитного такого, да, воинского костюма, которые в том числе и кольчуга, напоминающая Жанну Дарк, и крестовые походы, для меня идеально сыграны на ней, и прекрасно сочетаются с ровной челкой, которая тоже напоминает Жанни Дарк, Зендая замечательно во всем, это не очень органично смотрится, я считаю, что это наряд на 10 из 10 для этого мероприятия, подобного, в таком же качестве сыгранного, просто не было на мероприятии, поэтому я безумно рада вообще видеть Зендаю, она уже не первый раз, надевает все вещи, ее стилисты работают, опять же, на 100% из 100, в плане тематики вечера, какой бы это выход ни был, поэтому Зендая, да, и еще раз да, следующий, кто у нас идет, это Эмилия Ратайковский, ее так написали, на том, Ратайковский, но whatever, очень многие модели, на самом деле, на мероприятии, как-то оделись в одной тени, золотое, или с золотым отливом, такое богатое платье, это вот большинство того, что я видела на мероприятии, ну, и если это была бы тематика, они бы справились, если тематика мероприятия была бы золото, божественные золотые тела, но в данном случае совершенно не в тему, я бы даже сказала, что кроме того, что они в тему, это не самый лучший на ней наряд, и, в общем, это, наверное, все, что я могу сказать, платья Марк Джейкобс отдельно классные, в теме вечера, конечно же, нет, вот у нас есть Соланж Ноус, это сестра Бейонсе, и она, в принципе, известна своим таким нетрадиционным стилем, и мне безумно нравится этот наряд, хотя многим критикам он мне понравился, я считаю, что это очень интересная такая тематика, это какое-то полудемоническое, полубожественное, как раз вот этот черный, и сам материал, который был использован, и более того, изначально дизайнер самого платья от Арис Ван Эрпен, очень нетрадиционный андерграундный дизайнер, и комбинация золота и пластина такой, и пластика, смотрится абсолютно волшебно на ней, я считаю, что она обыграла этот наряд сумасшедше круто, я считаю, что он очень в тематике не только за счет украшений на голове, которое, кстати, одно из самых лучших на мероприятии, а и за счет того, что вот какая-то демоничность здесь прослеживается, которая, естественно, тоже в католицизме присутствует. Следующий у нас Ким Кардашин в платье Версачи, опять же Версачи, что я могу сказать, это не самый ужасный ее наряд, я считаю, что учитывая стиль, как я уже говорила, остаться в стиле, и при этом исполнить тематику вечеринки, вечеринки мероприятия, Ким у нее получилось, Донателла Версачи для этого мероприятия сработала, это одни из лучших нарядов были, как раз, от бренда Версачи, при том, что использовались еще и Дольче Габбана, все же Версачи четко в тематику попадали, поэтому я считаю, что этот наряд да, и еще раз да, макияж, все как обычно в стиле Ким Кардашин, мне нравится, что сами украшения достаточно сдержанные, и дают возможность платью говорить за себя, а платье очень в теме, и никаких вопросов совершенно нет, я не скажу, что это лучший наряд мероприятия, но на нем смотрится просто божественно, на фигуре прекрасно сидит, прическа тоже где-то там в теме, поэтому я бы поставила где-то, наверное, 9 из 10, 8 из 10, что-то в этом роде, идем дальше, у нас есть Карди Би в Москве, но я считаю, что это прекрасный ряд, единственное, что он очень похож на один из сценических нарядов Бейонса, когда она была беременна, поэтому оригинальность наряда под вопросом, но в общем и целом ее беременные безумно красивые формы, прическа, и все вместе смотрится замечательно, я считаю, что данный наряд, да, в теме, безусловно, я бы поставила 8 из 10, не самый впечатляющий, но хорошо смотрится, идем дальше, у нас есть Карла Делевинь, Карла Делевинь справилась с снарядом, единственное, что я бы по форме немножко чуть более объемное сделала подол самого платья, это Диор от Кутюр, но мне нравится нуарность ее образа, нравится черная тона, нравится игра с вот этими полукардиналскими, покардинальными, нет, все-таки кардиналские какие-то, ну, короче, принадлежащие кардиналу отсылки и при этом что-то демоническое в этом есть и вуаль, в общем, очень много, знаете, таких отсылок к регии замешано здесь, поэтому да, еще раз да, мне нравится, давайте еще посмотрим парочку таких нарядов, я хотела бы сразу обратить внимание, девушки и сестры, близняшки, которые достаточно часто выигрывают в темах и дресс-кодах, вечеринах, то есть Мэри Кейт и Эшли Олсен, сестры Олсен в данном случае, считаю, не совсем сыграли в тему, просто потому, что, ну, все это я уже видела, их стиль боха практически не меняется, если они приходят на мероприятие, а в данном случае, да, есть какая-то отсылка к вот этим вот таким нарядам кардинала, но ничего того, чтобы меня впечатлило, нет, более того, Мэри Кейт вообще абсолютно для меня как-то не играет, если Эшли здесь еще в какой-то тематике присутствует с массивным украшением на шее, то Мэри Кейт вообще, не знаю, не могу представить ее здесь в теме, может, где-то глубоко закопан вот этот вот лейтмотив, но я его пока что не вижу, поэтому им я бы поставила для этого мероприятия где-то 5 из 10. Мадонна! Ну, давайте так, кроме шуток, она действительно оделась в тему мероприятия, но вот знаете, вот фишка этого всего в том, что можно одеться в тему, но переборщить, когда-то слишком тема, мне кажется, она вот слишком тема. В общем-то, где-то 8 из 10 я бы поставила, но мне кажется, что и вуаль, и черный такой цвет, да, и само платье, и корона, вот много всего и сразу. Мне нравится легкая отсылка, я не люблю, когда, ну, ты практически как будто бы на Хэллоуин оделся, есть какая-то такая разница между костюмом для Хэллоуина и костюмом на Мэтт Галла, и в данном случае я бы поставила где-то 8 из 10, потому что, да, она в теме, намного больше, чем другие, но она немного переборщила. Так, дальше у нас есть Травис Скотт и Кайли Джейнер. Достаточно банальный наряд, просто все черное, никакой отсылки к тематике вечера совершенно нет. Александр Уэн создал не один, на самом деле, наряд для этого мероприятия, но не один из них меня и не впечатлил. Ничего не могу сказать по поводу этого наряда, просто как будто бы они оделись на какое-то мероприятие, но однозначно не Мэтт Галла с определенной тематикой. Дальше, я должна сказать, что Льюи Витон несколько нарядов создал для мероприятий, точнее, их наряды, наряды этого бренда, модного дома, надевали несколько достаточно известных звезд на дорожке на Мэтт Галла, но они все очень похожи по силуэту, и от этого скучновато. В данном случае Мишель Уильямс, да, она поиграла с вот этим вот таким вооруженным, я бы даже сказала, да, таким бронежилетом современным, опять же, в стиле рыцарей, и опять же, в стиле какого-то, что-то похожее еще и на папское убранство, что-то похожее на одежду той же Жанны Дарк. Она, в принципе, она тоже один из ампассадоров в Льюи Витон, поэтому достаточно часто этот бренд выбирает для своих нарядов на красных дорожках или других достаточно масштабных мероприятиях. Я бы поставила этому наряду, но это неплохо, но это и не что-то волшебное. Я вижу легкую отсылку, но не вижу какого-то глубокого подтекста и, знаете, какой-то вот игры, когда все продумано на мелочи, поэтому я бы поставила этому наряду где-то 7 из 10. Дальше у нас были Джарри Длету, собственно, сам Алисандро Микеле присутствовал, был Джарри Длету и Лана Дель Рей. Вот, они втроем были, они втроем были от Гучи, они смотрелись абсолютно замечательно, очень в тематике. Я считаю, что Джарри Длету как никогда на самом деле хорошо смотрится в заданной тени. Мне безумно нравится и вот это вот, естественно, его прическа, и он похож, безусловно, и отсылка такая к Иисусу, и венок на голове тоже туда же отсылает, дальше этот длинный такой а-ля эпископальный шарф, в общем, все абсолютно так, как нужно. Он в своем вообще русле, он всегда очень любит одеваться в тему, поэтому я бы ему поставила где-то 8 из 10. Не люби бы мой наряд, но дальше у нас Бжиджи ходит в ателье Версачи опять же, и обувь Кристально-Бутан, кстати, очень многие звезды выбирали Кристально-Бутан, что удивительно, потому что, несмотря на, как бы, высокий каблук, это одни из самых неудобных колодок, то есть одна из самых неудобных, один из самых неудобных видов обуви. Возвращаясь к Джиджи ходит, некоторые не поняли ее наряд, но я могу сразу сказать, что у меня несколько ассоциаций возникло, одна из них та, которую изначально и задумывали, когда одевали Джиджи, это вот витражные стекла соборов, и второй момент, который меня немного вот отсылку такую дал, это какие-то крылья, даже не, ну, как бы, ангельские, да, такие элементы крыльев, но все-таки правильный, правильный ответ, если такое может быть, стеклами соборов в платье, я считаю, что смотрится она в нем великолепно, мне нравится этот тонкий намек, и он читается, по крайней мере, даже когда я проводила такой опросник в сториз, очень многие считали вот эту тему витражных стекол, поэтому, собственно, с задачей девушка справилась, и выглядит она просто божественно, очень красивая девушка, и на ней платье прекрасно сидит, и макияж полностью подходит, и образ завершен, и, опять же, она в тематике вечера, что невозможно не похвалить. Дальше у нас есть девушка-актриса, ее зовут Эван Рэйчел Вуд, если вы смотрите или смотрели сериал Westworld, сейчас, кстати, есть второй сезон, и я смотрю, она там играет одну из главных ролей, девушку-робота Долорес, и в данном случае абсолютно, кстати, understated, то есть многие почему-то не отметили ее наряд, это такой кейп Альтузара, смотрится божественно, один из лучших, сдержанных, стильных нарядов, ничего больше здесь не нужно, здесь все, что как бы необходимо уже присутствует, и отсылка к ангельским каким-то крыльям, и к папскому какому-то убранию, и к наряду священника, и цвет золотой, естественно, мы говорим про золото, богатство, католической церкви, все здесь присутствует, ничего больше не нужно, я считаю, что это идеально подобранный наряд, я поставлю этому наряду 10 из 10. кстати, пишите в комментариях, какой из вообще нарядов, о которых я рассказываю, вам нравится, вы считаете, что в тему, и так далее, дальше, у нас есть Хейли Болдуин, значит, в платье Томми Хиллфигер, венок, платье, цвет, силуэт, кровь, все прекрасно сидит, но я совершенно не вижу тематики вечера, скорее вижу, опять же, вот мы уже говорили про Куачелло, опять же, еще одна девушка, которая пришла к нам, с какого-то празднования в стиле Куачелло, то есть, если вы знаете, это такой Бохо-стайл, музыкальный фестиваль в Америке, абсолютно не вижу тематики вечера, цвет волос тоже никак не играет, ну, в общем, никакой отсылки, 2 из 10, она красивая девочка, но никак не соответствует ни наряд, ни образ тематики, поэтому однозначно нет. Дальше у нас есть Дженнифер Лопес, и многим наряд не понравился, но я должна сказать, это, кстати, наряд Бальман, я должна сказать, что, она сохранила свой стиль, естественно, очень много сексуальности, очень много такой вампиричности, да, очень глубокие вырезы, причем, что вдоль ноги, что грудь и так и тому подобное, очень за, такие, за масляные, затянутые, назад волосы, акцент на лицо, на нос, на глаза, и при этом, сам наряд прекрасный, я вот, очень, очень вдохновлена данным нарядом, конкретно на Дженнифер Лопес, и считаю, что он очень и в ее стиле, и в теме венчера, поэтому для нее, конкретно для нее, это идеальная комбинация, я считаю, что все абсолютно завершено, очень красиво смотрится, и я этому наряду поставлю, прям 10 из 10, мне на нее он очень нравится, еще одна девушка у нас, Джанель Моне, это актриса, если вы знаете, если вы смотрели фильм про девушек, которые работали в космонавтике, во время запуска первых объектов космос в Америке, то вот она одна, она играла одну из главных ролей, совершенно забыл название фильма, это платье Марк Джейкобс, и опять же, обувь крестьянного там, но ее не видно, мне нравится этот наряд, мне нравится отсылка такая легкая, к, опять же, епископскому какому-то убранию, мне нравится минимализм, в общем и целом, это не самый топовый наряд мероприятий, но я бы ему поставила твердую, где-то восьмерку из 10, 100%, если даже не девятку, простите, что я не делаю паузу, я просто сразу листаю, поэтому очень удобно, Кэндалл Дженнер, для меня абсолютно такой полет мимо, она очень красиво выглядит, но совершенно не темя вечера, совершенно, абсолютно. Костюм оф Уайт, комбинезон в данном случае, да, точнее, топ и брюки, красивые украшения, прекрасный макияж, но давайте не будем говорить про то, что белая это тема ангела, ну что-то, это экстра банально, настолько, что она прямо на поверхности лежит, и то, что брать не нужно с поверхности, пусть так вот с к этому и остается, и если мы об этом не говорим, то я совершенно не вижу тематики, вечера потом она добавила какую-то сумочку с перьями, но это как колье с крестом добавить, знаете, если уже изначально нет, то нет, Майли Сайрус, красивый сексуальный наряд, в ее стиле, совершенно не в теме вечера, тоже просто черный, как демонический, это немного недостаточно, точно так же, как и белый, поэтому нет, и еще раз нет, и давайте поговорим о последней девушке, которую почему-то многие, кстати, вот я сразу покажу вам еще пару нарядов, Алисия Викандер, тоже Лью Витон, и Дженнифер Конгли, тоже Лью Витон, и у обеих, в том числе, включая предыдущую нашу героиню, очень похожий силуэт платья, очень похожие декоративные детали, и все Лью Витон, и все очень похоже, поэтому, ну не знаю, это как-то скучно-скучно, мне кажется, что когда в модном доме, точнее, в модном доме предоставляют наряды для актрис, для людей, которые выходят на одну и ту же дорожку, то желательно, чтобы они корректировали моменты, в которых наряды могут сильно перекликаться, не вижу ничего плохого в том, чтобы условно один и тот же наряд надеть, но когда вы, как модный дом Лью Витон, одеваете трех достаточно известных, классных актрис, ну попробуйте поиграться как-то с другими силуэтами, или стилисты должны уточнить, было ли что-то подобное уже выдано другой актрисе, не знаю, мне не очень нравится такое активное совпадение, так вот, возвращаясь к, я считаю, победительницей в моем понимании данного мероприятия, я считаю, что это была Грета Гервик в платье The Row, весь наряд абсолютно сразу погружает тебя в монастырскую такую тематику, мне безумно нравится сдержанность и аскетичность снаряда, мне нравятся совершенно такие базовые белые-черные, сразу все понятно, при этом ничего дополнительного и больше не нужно, мне очень нравится здесь луэт и форма с моего платья, это бренд The Row, это, кстати, бренд цистер Олсен, которая не самый удачный наряд на себя надели, но при этом, то, что они создали, прекрасно смотрится на Грета Гервик, и я считаю, что-то в моем восприятии, опять же, им хоу, это победитель вечера, я считаю, что это лучший наряд всего мероприятия, пишите, пожалуйста, что вы думаете внизу, пишите, какой наряд для вас стал самым лучшим, быть может, какой-то, который я не упомянула, потому что было их очень много, я считаю, что это видео было бы просто трехчасовым, если бы я каждый наряд обсуждала, напишите, что вы считаете самым неудачным нарядом, только давайте постараемся сделать так, я в сети видела профессионалов и непрофессионалов, тех людей, которые себя стилистами называют, не называют, которые, кроме критики по поводу нарядов, очень некрасиво, некорректно выражались, то есть переступали в моем восприятии грань между критикой наряда и критикой личности, я считаю, что люди, которые достигли таких высот, та же Синди Кроуфорд, быть может, у нее был не самый лучший наряд и совершенно не в теме, но когда ты переступаешь границу и называешь ее наряд, не знаю, то, что я видела в сети, это каким-то презервативом или что-то в этом роде, прошу прощения, я считаю, что это неэтично, я считаю, что, ну, если ты не Синди Кроуфорд, если ты не достигла уровня Синди Кроуфорд, даже если ты достигла уровня Синди Кроуфорд, но называть ее наряд презервативом, это как минимум неуважение, и мне кажется, что тут уже даже дело в этичности и профессионализме, ну, то есть, если ты стилист, или ты не стилист, или ты медиа-личность, ну, ты не имеешь права оскорблять так другого человека, ты можешь сказать, что наряд не в теме, можешь объяснить, почему, но называть его презервативом, это как минимум некрасиво и ниже пояса, поэтому я считаю, что давайте в том числе, я постаралась очень сдержанно, при этом достаточно четко, я надеюсь, что я справилась описать наряды, почему да, почему нет, и давайте мы в комментариях тоже постараемся быть профессионалами, критиковать, если нужно, но критиковать наряд, не личность, не переходить на оскорбление, потому что я считаю, что это не очень круто, в общем, и целым спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось это видео, пишите свое мнение о лучших, и не самых лучших нарядах вечера, о тематике пишите, напишите, как вы считаете, вообще имеет ли, ну, правильно ли это про религиозную тематику для темы вечера и данного мероприятия, ставьте пальцы вверх, если вам нравится тема видео, если вам нравятся такие расслабленные обсуждения каких-то мероприятий, нарядов, стиля звезд, быть может, у вас есть какие-то запросы на темы, чтобы я на канале их сделала, а вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.